Что сотрудники стадиона делают для подготовки поля зимой? Сотрудники стадиона для этого зарабатывают деньги на ледовых катках, на реческом шоссе, на головацкого, для того, чтобы можно было откупить достаточное количество семян, удобрений, чтобы начинать сезон, как вы сказали, во всеоружии, надо подготовиться к этому хотя бы материально, потому что сам зимний период времени вообще не предполагает никакого проведения аэротехнических процедур на футбольном поле. А то, с чего я начал, вот как бы с легкой долей иронии, но это действительно так, потому что с каждым годом наше футбольное поле требует все больших и больших, скажем так, капиталовложений, потому что срок эксплуатации, который гарантировал поставщик этого газона, полностью вышел. Вот, и поле она поддерживается только за счет, скажем так, внешних, искусственных резервов. Вот, сейчас дожди, через неделю может быть мороз и снег. Как вы готовы к этому, и нет ли ничего страшного в таких изменениях? Ну, в данных условиях можно надеяться только на одно, на то, что сначала выпадет снежный покров, который закроет землю. Вот, к этому времени поляна немножко просохнет, скажем, просушится, чтобы гораздо меньше было повреждено морозами, морозами, не вымерзла, грубо говоря, та трава. Поэтому искусственно сделать здесь ничего нельзя. Это не те мероприятия агротехнические, которые нужно отрегулировать себя из нервной сетью. Подарев, ну, это включить сейчас, просушить, это, ну, утопическая идея. Прогнозируют морозы, однако предположим, что вот ползимы уже прошло, и оставшаяся часть тоже будет такой. Это был бы идеальный вариант? Ну, на сегодняшний день мы хоть сейчас выходили играть в футбольном поле. То есть для подготовки и для более раннего начала сезона в нашем стадионе, конечно, идеальным вариантом является то, что морозы небольшие, снежный покров достаточно, но в то же время не полуметровый, как это было последние года два, когда мы здесь с помощью техники все это дело убирали. Вот, и, конечно, идеальным вариантом уже для газона было бы, ну, не уходить в глубокую спячку, не попадать под серьезные морозы при отсутствии снежного покрова, а даже в случае выпадания большого количества осад при виде снега, то чтобы к началу марта этот покров сам по себе естественным путем сошел максимально на низ, чтобы не выгонять трактора и другую технику на поле. Вообще ни один специалист по уходу за футбольными полями никогда не порекомендует и никогда не скажет, что можно делать то, что приходится делать искусственным путем, вручную, да еще с помощью тракторов, убирать снег. Можем ли надеяться на то, что появится на погоду? Ну, я вам скажу, что наше учреждение самостоятельно не в силах закупить и реализовать этот проект. Здесь, помимо финансового фактора, есть еще один момент, на который мало кто обращает внимания, хотя это тоже очень важный момент, очень мало компаний, которые смогут провести процедуру замены футбольного газона в жаркие сроки, в течение 5-7-10 дней и потом разрешить, взяв при этом на себя гарантийные обязательства, что с газоном ничего не случится плохого, разрешить, ну, грубо говоря, с момента начала работы, значит, там, через 2-3 недели кому-то играть. Надо понимать, что в наших условиях замена газона ведет к тому, что сезон для стадиона выпадает. То, что учреждение наше, хоть и государственное, мы 3 года, вот 4-й год находимся без какой-либо финансовой поддержки со стороны бюджета, скажем так, государственного. До какой поры можно вот так вот обновлять газон, да, подсевать или, в принципе, уже от старого газона там ничего и нету? От старого газона, ну, практически нет, ну, в первое, ну, через год уже там новый газон. То есть, если не заниматься, то, чем мы занимаемся, занимаются, в принципе, все стадионы испокон веков. Вот. И заложив новый газон, постелив новая поляна, на следующий год это уже не будет та поляна, которую положили год назад. Она в любом случае потребует подсева, в любом случае будет перерождение. То есть, это не так, как взять, положить деревянный настил, и он из года в год, ну, тот же самый, те же самые доски. Вот. Планируется ли на стадионе, если не касаясь газона, планируются ли какие-либо другие работы, может быть, ремонтные или, опять же, если говорить о сообществе каких-то, какое-то обновление? Ну, вы знаете, в этом году нам хоть бы свести концы с концами, так вот, грубо выражаясь. То есть, денег, фактически, того бюджета, который просматривается у нас, достаточно только на заработную плату, коммунальные платежи, налоги. Поэтому, ну, очень тяжело. Мы, я не первый раз, наверное, об этом говорю, что мы, наверное, единственные вообще в Беларуси такого уровня, спортивного субъекта хозяйственного, который находится на полной самоокупаемости. Болельщики давно спрашивают о том, будет ли изменен дизайн билетов. Ну, насколько я знаю, билеты были закуплены, так сказать, образцы эти сами, были закуплены еще на бланке несколько лет назад. До сих пор ли используются эти самые бланки? И, ну, или планируется заказ на бланке? Ну, бланки у нас еще остались нереализованные, те, которые мы в 2012 году закупали. То есть, вот, ну, сейчас идет, прорабатывается вопрос о том, чтобы право продажи билетов обладал футбольный клуб. Вот, ну, и, соответственно, футбольный клуб, если будет делать это, скажем так, не нашими руками, не нашими бланками, то, вполне возможно, тогда будет проще. То есть, нам-то, ну, грубо говоря, просто жалко взять и выбрать то, что есть. Вот, ну, а если начинать с ноля, то есть, ну, тогда уже можно. То есть, мы, если мы будем, ну, заниматься реализацией билетов, мы пока не планируем. Ну, если увязать своей посещаемостью, да, если бы сезон заканчивали не тысячами болельщиков на трибунах, а десятью тысячами, то, ну, ладно, закончились, и сами болельщики. И тот вопрос, который они давно поднимают о том, что, ну, более современный должен быть дизайн, там, еще какие-то нововведения, они бы сами поспособствовали этому. Планировали ли вы введение электронного билета и вообще системы использования электронных билетов, или, опять же, сами болельщики должны своей посещаемостью поспособствовать этому? Ну, то количество людей, которые, ну, к нам вводят, просто самим покупать эту систему, она не откупится никогда. Крутою посещаемость, которая у нас. Вот, поэтому мы сами не планировали заключать с кем-то договор на то, чтобы за нас осуществляли эту функцию. Опять же, ну, терять какие-то деньги. Вот, здесь просто, ну, опять же, все в порядке экономический эффект. Вот, вот, целесообразно это, ну, не целесообразно. Если бы кто-то пришел и сказал, что я буду продавать через электронную систему электронные билеты, я буду продавать, там, 15 тысяч в полный стадион, то, естественно, та комиссия и тот процент, который организация забирает, он слегкой, слегкой бы окупался, ну, тем количеством сверх того, что мы продавали билеты в кассе. Но я сомневаюсь, что каким-то образом кардинально вообще может поменяться количество проданных билетов только из-за того, что этот банк будет выглядеть по-рубому.